Плохая погода? Не повод грустить, а повод остаться дома и узнать самые свежие новости. Это Универ Ньюз и я, Тим Камалеев. Поехали! Как стать университетом нового поколения? Ответ нашли в Казанском федеральном. Мы знаем правду о нашем прошлом. В КФУ написали исторический диктант. А теперь о прекрасном. В Казани выбрали самую красивую студентку Татарстана. Казанский федеральный смело может претендовать на звание университета нового поколения. Что ему для этого нужно? Наша съемочная группа уже знает ответ на этот вопрос. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приворском федеральном округе Михаил Бабич, президент Татарстана Рустам Мениханов и председатель правительства республики Ильдар Халиков посетили Казанский федеральный университет. Гости познакомились с инновационной инфраструктурой и с людьми, которые ее создают. Рассказывая о работе университета, ректор КФУ Лжедгафуров обратил особое внимание на необходимости дать университетам право на создание совместных предприятий. Для университета нового поколения это является важным условием. О том, как выстраиваются взаимоотношения ученых химического института с промышленными предприятиями, рассказывали сами ученые. Кроме того, у нас в лаборатории, которая занимается созданием новых технологий нефтедобычи, есть договора «Стать нефтью» с «Лукоилом», компанией «Ретек», компанией «Зарубежнефть». Сегодня мы заключили предварительное соглашение с компаниями «Экопетроль» в Колумбии, Петрощайно в Китае. То есть там идет широкий выход на промышленность. Особенность химического института КФУ заключается в его направленности на решении задач множества подразделений Казанского университета. Здесь работают фармацевты. Здесь же разрабатываются новые катализаторы для химической промышленности. Идут поиски новых способов синтеза неизвестных соединений и определяются химические свойства веществ. Сегодня у химического института огромный потенциал на самом деле. Это и инфраструктура, здания, лаборатории. Это колоссальное оборудование. Опытные специалисты, доктора наук, академики, доценты. То есть там из 200 с лишним человек, которые там работают, это около 40 с лишним процентов доктора наук. Показать весь объем научных разработок за время краткосрочного визита Михаила Бабича было нелегко. Однако всего увиденного было вполне достаточно, чтобы составить общее представление о потенциале и динамике института. А с учетом междисциплинарности реализуемых здесь проектов, я Казанском федеральном университете в целом. Адель Шамилова, Руслан Урозаев, Универньюз. История – это то, что пережили наши предки и что удается нам нести как святыню из поколения в поколение. В стенах КФУ прошел исторический диктант. А как это было, смотрев сюжеты Дианы Шиловой. История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, примера поучения для настоящего, предостережения для будущего, сказал автор Дон Кихота Мигель де Сервантес. Так, 26 ноября прошел тест по истории Отечества во всех субъектах России, а также в некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, где к участию пригласили наших соотечественников и даже иностранцев, кому не безинтересен исторический путь России. В Казахском университете акцию приняли сразу три площадки – юридический факультет, институт международных отношений, истории и востоковедения, а также институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Не банально будет сказать, что без прошлого у нас нет будущего. Соответственно, данный тест предназначен для того, чтобы каждый гражданин Российской Федерации, вне зависимости от его пола, возраста и, в принципе, социального положения, окунулся в историю нашей страны, знал ее, понял, возможно, где у него есть пробелы. Естественно, это патриотическое воспитание, само собой, это повышение уровня грамотности наших граждан. Ну и, конечно же, знание истории – это, в первую очередь, гордость за свою страну, это понимание того, что у нас было, как это было и как будет. Всего на диктант пришло более 200 человек. Участие приняли школьники, учителя, студенты, преподаватели Казанского федерального университета и других вузов Республики Татарстан. Организаторами выступили Молодежный парламент при Госдуме Российской Федерации, а также Общественная молодежная палата при Госсовете Республики Татарстан и Лига студентов Татарстана. На региональном уровне. Тестирование заняло 40 минут, в течение которых участникам нужно было ответить на 40 непростых вопросов, охватывающих период с 882 года и до наших дней. Вопросы были разработаны крупными учеными, представителями исторической школы МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. А теперь познакомимся с самыми свежими новостями Рунета в нашей традиционной рубрике Веб Ньюс. Казанский федеральный университет развивает сотрудничество с Португалией в научно-образовательной сфере. 28 октября в рамках визита в Институте международных отношений истории востоковедения КФУ состоялась лекция советника посольства Португалии в Москве господина Паула Сантуша. Владимир Путин включил в Институт РАО несколько организаций, имеющие отношение к развитию образовательной среды. Ректор КФУ Ильшат Гафуров получил звание члена-корреспондента Российской Академии Образования. В КНИТУ КАИ открыли первую в России кафедру по бережливому производству. На кафедре будет вестись подготовка кадрового резерва для последующей работы на КАМАЗе. В этом году казанцы снова увидят световое представление в формате 3D-маппинг. Тематика предстоящего маппинг-шоу держится в секрете, но казанцам обещают показать что-то новое. В Казани на Бауману установили арку в честь Кубка конфедерации 2017 года. Помимо столицы Татарстана, подобные фотозоны появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. На Кремлевской набережной установлены часы обратного отчета до Чемпионата мира 2018. По словам президента FIFA Джанни Инфантино, уже нет никаких сомнений в том, что турнир пройдет в России. Певица Нюша будет представлять Татарстан на Чемпионате мира по футболу 2018 года. В Казани уже состоялся первый этап репетиции Мундиаля. 1 декабря в столице Республики Татарстан стартует сезон зимних видов спорта. Этой зимой в городе будет открыто 19 катков с пунктами проката коньков, 8 лыжных баз и 78 хоккейных коробок. Кроме того, своих посетителей будут ждать два стадиона с искусственным льдом, ракета и трудовые резервы. Ник Вуйчич держал обещания и пригласил выступить на своем шоу татарстанского пианиста без истей рук. Популярный мотивационный оратор напутствовал пианиста добрыми словами, пожеланиями удачи и обещаниями новых встреч. Проявить всю себя, показать не только свою красоту, но и интеллектуальные способности смогли финалисты конкурса «Краса студенчества Татарстана-2016». Как это было, смотри далее. 25 ноября в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» прошел финал конкурса «Таланта, грации, артистического мастерства «Краса студенчества Татарстана». Более 100 участниц со всей республики подали заявку для участия в вочном этапе конкурса. Но в итоге в финал прошли 18 девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Готовка к нашему финалу, который сегодня состоится в «Пирамиде», она шла очень долгая, очень тщательная. Мы действительно начали нашу заявочную кампанию еще за месяц до нашего финала и провели два отборочных тура. Первый заключался в том, что мы знакомились с девушками, смотрели, как они ходят, то есть был конкурс дефиле. Затем мы пригласили их во второй тур. На втором туре мы уже смотрели на их таланты, на их способности, как они себя умеют подавать на сцене, держаться. И, соответственно, затем нашла подготовка, вы ее знают. За четыре дня интенсивной подготовки девушки развили и раскрыли себя, чтобы показать всю себя в финале, прошедшем в пятницу 25 ноября. Было очень сложно на самом деле, была серьезная неделя подготовки, но было очень интересно. Научилась многому, потому что проходила очень много мастер-классов, поэтому я всему довольна и мне было очень интересно. Конечно же, как и все девочки, как и все конкурсантки победы, но каждая девушка достойна победы, потому что мы, во-первых, потратили очень много сил и времени на это. Поэтому я считаю, что какая бы девушка ни победила, она достойна этого. Финал конкурса состоял из трех частей – дефиле, интеллектуальный и творческий конкурс, где участницы смогли проявить себя в полной мере и показать то, на что они способны и к чему так долго шли. Хедлайнером вечера стало появление на сцене российской певицы Максим. Мелодичные песни артистки вызвали бурю эмоций у зрителей. Финальным туром конкурса стал выход участниц не в элегантных вечерних нарядах, а в футбольной форме. Данный номер приурочен к плеяде масштабных футбольных событий в Казани. По итогам трех конкурсов «Красой студенчества Республики Татарстан-2016» стала 20-летняя студентка Казанской академии ветеринарной медицины Виктория Романова. Помимо титула, короны и ценных подарков, девушка представит Татарстан на российском этапе конкурса «Краса студенчества». Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс. В Казанске федеральной прибыли представители крупнейшей в мире региональной организации по вопросам безопасности. Выразить готовность к сотрудничеству удалось просто. Сотрудники международной организации приветствовали студентов на трех языках – русском, английском и, конечно, на татарском. Организация безопасности и сотрудничества в Европе – это крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. В ее состав входят 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки. На встрече в Институте международных отношений истории востоковедения КФУ сотрудники ОБСЕ приветствовали студентов на татарском языке. Об истории организации пограничной безопасности и охране правопорядка студентам рассказала Альбина Якубова, сотрудник департамента по транснациональным угрозам ОБСЕ. Тема очень интересная, она очень животрепещущая. Вы как понимаете, транснациональные угрозы, они охватывают пределы не только одного государства, а всего мирового сообщества. Поэтому сегодня я хочу рассказать о деятельности, о проектах ОБСЕ, то есть о тех проектах, которые занимаются противодействием терроризму, противодействием наркотикам, организованной преступности. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. На сегодня это все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин